Это помещение уши, глаза и сердце трассы. В хронометражной ведется не только отчет времени старта и заезда каждого саночника, но и контроль за их безопасностью. Операторы следят за картинкой, которая отображается сразу с 64 камер, установленных буквально через каждый метр на желобе и общаются со спортсменами через интеркомы. Если какая-то проблема возникла на трассе и хочется об этом сообщить, можно в любой момент выйти с нами на связь в звуковом режиме, не только с изображением. Также нам помогает так называемая карусель, система видеонаблюдения, которая, если вдруг мы что-то не увидели, она нам моментально высвечивает на дополнительную камеру, точку, если что-то мешает, например, на трассе. На трассе нет льда, но роликовые санки могут развивать не меньшую скорость, чем зимние на полозьях. Все зависит от диаметра колес. Чем больше ролик, тем выше скорость. Да и управление таким снарядом проще, отмечают спортсмены. Ролики, они более юркие, более чуткие такие, на них надо меньше работать и лежать, не дышать. А зимой уже где-то приходится приложить усилия для того, чтобы задать траекторию. Тренировки основного состава сборной России начались 10 июля. Ежедневно с 9 утра до 12 часов саночники оттачивают свое мастерство на трассе. Каждый из 20 спортсменов совершает по 5 заездов в день. Некоторые предпочитают спускаться с мужского старта, а для серебряной призерки Олимпийских игр Татьяны Ивановой – лучшая отрывная точка, где стартовали бобслиисты. Я прокатила с мужского, мне кажется, что с бобслейного скорость выше, чем с мужского. И поэтому я приняла решение кататься с бобслейного старта. У нас здесь на следующий год будет чемпионат Европы, и нам нужно показывать хороший результат на своей домашней трассе. После каждого заезда спортсмены связываются по рации с тренером. Кстати, с 1 июня им стал олимпийский чемпион Альберт Демченко. Он говорит им о плюсах и минусах техники и дает советы. За счет роликовых сборов мы набираем объем подготовки, именно спусков по трассе – это километраж. Плюс спортсмены, чтобы не забыли технику управления санями, отрабатывают положение в санях, технику прохождения по трассе. Потому что сейчас современные сани, они, в принципе, едут достаточно быстро, и траектории прохождения по трассе, в принципе, идентичны с зимним траекториям. Тренировки на трассе завершатся 20 июля, а следующими заедут юниоры. Основной состав сборной продолжит сборы на базе Южного федерального центра спортивной подготовки. Там саночники пройдут восстановительный и лечебно-физкультурный курс. Подготовка к зимнему сезону сборная продлится до октября. Затем начнутся соревнования.